В 9 утра по Москве и практически под конец рабочего дня на Дальнем Востоке Кремль все-таки выпустил обращение президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу. Как и ожидалось, после спешно принятой Госдумой поправок о мобилизации и военном положении, речь Верховного главнокомандующего ей мобилизации и была посвящена. Вопрос был лишь в том, в каком формате будет проходить призыв. С неопределенностью этого самого важного нюанса и связывали перенос речи президента. С задержкой примерно в 12 часов от первоначально анонсированного времени ясность появилась. Для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Путин подчеркнул, что речь именно о частичной мобилизации, то есть призыву на военную службу подлежат только те, кто уже отслужил, имеет определенные военно-учетные специальности, боевой опыт и находится в запасе. Упомянул российский президент уже привычно истинного противника Кремля в Украине, а также недоговороспособность Киева и ее причины. О чем хочу сегодня впервые сказать публично? Уже после начала специальной военной операции, в том числе на переговорах в Стамбуле, представители Киева реагировали на наши предложения весьма позитивно. И эти предложения прежде всего касались обеспечения безопасности России, наших интересов. Но очевидно, что мирное решение не устраивало Запад. Поэтому после достижения определенных компромиссов Киеву было фактически дано прямое указание сорвать все договоренности. Вслед за Путиным тезисы о противостоянии с коллективным Западом и критерии частичной мобилизации повторил министр обороны Сергей Шойгу. Он также заявил, что за время боевых действий украинская армия потеряла примерно половину. Озвучил он впервые с и потери российской стороны. Не могу не сказать, естественно, мы давно об этом не говорили, не могу не сказать о наших потерях. Наши потери на сегодняшний день это погибшим 5937 человек. И здесь не могу еще и еще раз не отметить наших ребят, которые мужественно выполняют свой долг. Мобилизационные ресурсы России глава Минобороны оценил в 25 миллионов человек. Призвано, по его словам, будет 300 тысяч, то есть немногим более процента. Призывать их будут не всех сразу. Опубликованный на сайте Кремля указ содержит загадочный пункт для служебного пользования. Он значится под номером 7. Официальный представитель президента России, который еще неделю назад заявлял, что мобилизации не планируется, Дмитрий Песков, внес ненамного больше ясности. Действительно, он седьмой пункт для служебного пользования, поэтому я не могу его раскрыть. Единственное, что могу сказать, Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал 300 тысяч человек. Вот там речь идет о количестве до 300 тысяч человек. Но тоже, как пояснил министр обороны, не единомоментно. Не стал отвечать Песков и на вопросы закрытия границ, попросив набраться терпения, пока не будут даны все необходимые разъяснения. А вот председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов заявил, что ограничения на перемещение вводиться не будут, пока не пришла повестка. Но посоветовал на всякий случай оставаться в России. У нас частичная мобилизация. Она касается не всей страны. Поэтому дополнительных ограничений, на мой взгляд, выводиться не будет. Вы можете спокойно поехать в Красноярск или в Омск, но я бы вам не советовал ехать отдыхать в Турцию. Мобилизация стала главной темой и в Госдуме, которая вчера проявила большую оперативность в принятии соответствующих поправок. По закону депутатам и сенаторам положена бронь, но это обсуждаемо, заявил спикер Вячеслав Володин. Те, кто для себя определит и запишется добровольцем, такие у нас есть. Поддержим их. Тот, кто будет эффективно работать, выполняя свои полномочия, создадим все условия. Есть для каждого и работа, и возможность самореализации. По словам Володина, сразу шесть заявлений подал депутат Юрий Швыткин. В первых рядах в Добровольце готов записаться депутат Виталий Милонов. Я готов, и многие мои коллеги готовы поехать к комиссарам, и будем там сколько нужно, год. Там, вообще, нужно выстраивать, налаживать и на каких-то там тыловых территориях. А прямо где, вот, смешные пункты, которые только сейчас будут думать, понятно, что там людям нужна помощь, нужна помощь в взаимодействии между военными и гражданскими. Поэтому депутаты вполне могут пойти в комиссарский призыв такой. А вот один из авторов тех самых поправок о мобилизации, Дмитрий Вяткин, сам идти на фронт не готов. Наверное, в чем-то уйти от решения вот здесь проблем и написать заявление, уйти на фронт, это, наверное, самое легкое решение. Но за нами, за каждым из нас, за всеми нашими партиями стоят граждане, которые живут, казалось бы, обычной мирной жизнью. Закон, по которому за уклонение от военной службы можно получить 10 лет лишения свободы, вслед за Госдумой сегодня принял Совет Федерации. Единственным человеком, который голосовал против, стала вдова Анатолия Собчака, сенатор Людмила Нарусова. Тут же взяли под козырек губернаторы, даже на Дальнем Востоке, где уже наступил вечер. Глава Якутии Айсен Николаев провел расширенное совещание с правительством, назвав решение о мобилизации непростым, но необходимым, направленным на защиту страны. Руководитель Хабаровского края Михаил Дегтярев, который недавно сетовал, что не может поехать добровольцем из-за губернаторской брони, лично возглавил созданную сегодня же призывную комиссию и отменил отпуска сотрудников своей администрации и правительства. Но, пожалуй, главный сторонник мобилизации – глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, такое решение российского главнокомандующего ставит Киев и НАТО в безвыходное положение. Мы все это приветствуем, поддерживаем, все целое, и говорим, что мы обязаны защитить свое государство, свою религию, традиции, обычаи. Сотрудникам российских компаний уже начали приходить письма счастья об объявленной в России частичной мобилизации. Так, телеграм-канал БАЗа публикует фото такого обращения к работникам Сбера. Пока юристы пытаются понять, как будет работать указ и поправки в Уголовный кодекс, авиабилеты на ближайшие даты в безвизовые страны раскуплены. Продолжение следует...